У нас час, который мы проведем вместе, поэтому если вы у меня можете что-нибудь спросить или попросить кроме предложения на меня поработать, что бы это было? У меня ощущение, что методология и способ работы у вас у нас разные. Это касается и хореографов, и артистов, и режиссеров, то как вы подходите к чему-то отличается от нашего подхода. Может быть, интересно будет и полезно поговорить про то, как мы это делаем. Из-за того, что я ограничен в языках, не говорю только на английском и на французском. Но я могу сказать, что я свободно говорю на трех других языках. Мастерство, хореография и режиссура. Я могу поговорить с вами об одной идее в трех этих проявлениях, если хотите, если мы решим, в каком направлении эта дискуссия должна двигаться. Есть артисты, режиссеры и хореографы, которые любят упражнения. И многие, ну, не многие в Америке, но есть режиссеры, которые начинают с каких-то упражнений. Я не отношусь к этим режиссерам. Не то, что мне не нравится, просто я не знаю, как этим правильно пользоваться, какие преимущества я могу из этого извлечь. Для меня процесс того, что мы делаем, начинается с того, чтобы все познакомились и расслабились. От этого может родиться ощущение какой-то коммуникации, как с хореографами, так и с артистами. Потом доверие. Потом риск. И мне кажется, что все мы занимаемся тем, что мы рассказываем одну и ту же историю, но разными дисциплинами. Вы подняли руку, значит вы хотите, может быть, чего-то достичь или что-то сделать. Расскажите. По-русски, да, можно? Ну, по-русски. Отлично. Меня очень интересует вот какая область вашей профессиональной деятельности. Насколько я понимаю, что это о мире и о творчестве в том числе, мы всегда сталкиваемся с ситуацией, в которой мы хотим и собираемся и создаем нечто новое на основе чего-то, что же нам знакомо. Например, в том, о чем вы говорили до этого, это какие-то образы из фильмов или старых мюзиках, которые вы, и вы, и актеры, и продюсеры перерабатывают. И, конечно, нам нужно что-то, от чего отталкиваться, чтобы не зависнуть именно на том образе, который мы уже знаем. Ну, я знаю, бывают у людей такие проблемы, например, люди даже не, ну, скажем, если хотят экранизовать что-то, не смотрят другие экранизации, сначала пишут там свой сценарий, а потом уже смотрят на истинный мир, чтобы не украсть случайно, а сделать свое. Вот, поскольку вы занимаетесь этим, как бы, постоянно, это легко, я думаю, сделать один раз, это может сделать кто угодно, но делать это все время и не расцикливаться на одном и том же, где вы, ну, как выглядит ваш процесс в буднях? Вот вам нужно придумать образ или сделать что-то, ну, что-то сделать новое. Вы общаетесь с друзьями или сидите над листом, вот такие вещи мне интересны о вас, работе, и что вы думаете, вы можете посоветовать в такой ситуации? Как и большинство режиссеров, я не работаю в вакууме. И я думаю, что все режиссеры, те из нас, кстати, режиссеры, согласятся, что мы не смотрим, как работают другие режиссеры. Актеры все время смотрят на то, как работают их коллеги, бесконечно встречаются друг с другом на сцене. Танцоры и хореографы, даже если, да, там, между собой работают, бесконечно один на другого влияют, и, да, взаимодействие это варится. В отличие от нас, которые, если у нас режиссеры, у нас один режиссер, но друг к другу мы работаем. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы вы подумали, что это была ваша идея. Например, если я работаю с хореографом, мне в первую очередь интересно, какой у него словарь и какими он средствами будет рассказывать ту историю, которую мы должны рассказать. Я могу сказать, что тут слишком много танцев, или, наоборот, здесь недостаточно танцев. Но я никогда не скажу, что я хочу, чтобы все делали вот так. Мне кажется, что это оскорбительно. И мне кажется, что это сразу вас отрезает, и вы не будете со мной разговаривать. С артистами, мне никогда не приходит по-моему, что артист думает, я хочу сыграть роль. Был ли я артистом? Да. Был ли я хорошим артистом? Да. Был ли я хорошим артистом? Да. Нравилось ли мне это? Нет. У меня были ужасные страхи. И однажды я пережил совершенно невероятный момент в шекспировской кисти. В день премьеры комедии ошибок, артист, который был главным комиком, он поскользнулся, упал и его везли в больницу. Я был режиссер, соответственно, я знала абсолютно все роли. На следующий вечер некому было кроме меня больше выйти на сцену. Это был Дромео. Антифолис в Сиракусе был Кристофер Уолкен. Знаете его? Знаете его? Большое дело. Тогда Кристофер Уолкен был очень молодым. Так же, как и я. Есть момент в пьесе, когда мой герой описывает огромную такую кухарку. Это очень смешной монолог. И все артисты меня сейчас поймут. Ты произносишь реплику, делаешь цезурочку и слышишь смех. Потом вы думаете, да, и еще застываете на секундочку и снова слышите смех. Если у вас получится подряд еще третий раз какую-то новую мысль в этот момент родить, то обязательно зал зарвется аплодисментами. Каждый вечер я получал все три. Каждый вечер я получал все три. Это очень долгое время, пока зритель смеется, а я встаю и держу одно из этих невероятных реакций. Я помню, как я думала, это самое счастливое мгновение, которое может быть в жизни комического артиста. Я абсолютно несчастен. Мне ужасно не нравилось. Мне нравилось это открыть, и мне нравилось, когда другие поталантливо делали, но самому мне было это делать очень неприятно. Много-много лет спустя в моем собственном театре мы ставили произведение, которое вы знаете, а может быть нет, под названием «Любовные письма». Это совершенно американская пьеса написанная Герни про двух людей, мальчика и девушку, которые вместе выросли. Они не любовники, но они очень друг с другом эмоционально связаны. Она очень хулиганистая, он очень правильный, но они абсолютно друг друга обожают. Это корреспонденция письма, которые они на протяжении всей жизни друг другу пишут. Начиная с записочек, в которых было просто написано «Спасибо», и заканчивающейся рассказами действительно истории их жизни, которые они рассказывают лучшему другу. Она умирает. Он пишет ее матери, и говорит ее матери то, что он никогда так и не сказал ей, что он ее любил. Это совершенно душа раздирающаяся. И случился такой момент, когда некому было играть эти две роли. И мне руководитель театра говорит, ну почему тебе не сыграть? Все придут посмотреть, как ты сыграешь. Я подумала, ну хорошо, в принципе я могу. С очень известной американской артисткой по имени Майкл Леонард. С очень хорошей моей подругой. Мы это играли вместе. Неделю. Первый вечер. Мы делаем письма, абсолютно честно. И в конце этого я так употреблен, что я не могу выйти из моего стула. Мы играем, абсолютно честно, с полной отдачей. И в конце вечера я настолько уже выжат, что я даже не могу встать со стула. Я был горд собой, был доволен, понял, что я хорошо поработал. Но единственное, о чем я мог думать, это было, о, мне завтра придется это все делать заново. И я совсем не хотела. И совсем сейчас тоже не хочу. Актёры все знают, что я их очень люблю, но что я не хочу быть на их месте. Именно поэтому я могу быть с ними экстравагантными и предлагать им все, что вообще хочу, потому что они будут знать, что я не буду им мешать. Я обычно начинаю с того, что я сам лично выполняю большое количество домашней работы. Я читаю, 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 пока я не понимаю до конца. Я читаю материал в слуху, чтобы послушать самому, как это звучит. Если это фильм, я его переношу на сцену, а потом перестаю его включать. Потом у всех тоже наступает этот период, они читают, поэтому каждый, естественно, начинает что-то копать, искать, все это обсуждать, это я все не слушаю. People say, did you see this book? Read this book, it's all about me. I say thank you very much and I put it away. Because the truth now is your truth, not that truth. And if I have the right actress, good for me, but if it's a different actress, I can't blame her for not being her. И если мне повезло с артисткой, то прекрасно, хорошо, мне повезло, если у меня другая артистка, и не могу ее винить в то, что она не вы. Вам нужно жить с тем, что вам дано. И если вы готовы этим пожертвовать и понимать, что вы только проводник, и вы их только ведете, то тогда, мне кажется, вы получите потрясающие результаты. Хорошо. 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 Давайте поговорим про что-нибудь другое еще поговорим. Помогите мне. Вы затронули уже частичную тему работы режиссера с хореографом. You've partially touched on the topic of a director working with a choreographer for us. And I think in a musical, in thick production numbers, the line between a choreographer's job and a director's job is very fine. Sometimes it's so blurred out that it's very difficult to judge where the choreographer stopped working and the director started working and the other way around. My relationship with Jerry Mitchell, whose work you just saw, is five or six shows long. He's much younger than I am, but we come from the same area in America. So we sort of get each other. It's very dangerous. It's very, very dangerous, the director and the choreographer. You must be close. You must like each other's work and be able to listen to each other. If either of you is, yes, go ahead. Run for the door. It won't work. The musical runs on the back of the musical numbers. But the thread, the storytelling, is the director's. I want dancers and choreographers who are mostly interested in telling the story, not in doing great steps. Is there room for great steps? Yes. Only when the truth is there. But you, traditionally, I like, this sounds complicated, but traditionally I like to live with the choreographer. Because the company, I don't really mean that, but I kind of do, I mean very close together, a lot of time together. Because depending on the show, the dancers love the choreographer. They don't love the directors. And so, a little by little, a divide opens up. Your team, my team. A really good director will not let that happen. And not by being combative or angry either. Or territorial. But by encouraging the dancers to be actors. Not to treat them like a decoration. But as part of the community. And when that works, you get both things. And when that works, you get both things. Are you smiling because that never happens? Вы улыбаетесь, потому что такого не бывает? Нет. Я улыбаюсь, потому что те проблемы, о которых вы рассказываете, о разделении, они очень присущи для нашего российского театра. И по-прежнему разделяет, это просто балет, это актеры. Хотя в жанре musical все давно уже переплетено. И зачастую непонятно, кто, собственно говоря, танцор. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы наконец-то достигли такого уровня, чтобы у нас было много именно синтетических актеров. Я очень рад, потому что вы говорили о «The Division», что вы говорили о «The Division» есть так много в русском театре. И обычно, в компании театре, вы имеете в виду, что это танцоры, и это актеры. И они, как бы, более высоких, чем танцоры. И я думаю, что это очень непонятно. Потому что, в музыкале, они все вместе вместе, и очень важно. И поэтому я надеюсь, что в данный момент, мы сможем получить так много синтетических актеров, что они могут быть танцерами и актерами. Послушайте, я никого не хочу здесь отбежать. Но у русских режиссеров репутация – тиран. Даже мы это знаем. Я имею в виду, традиционно, это маленький папа. Это традиция присущая вашей культуре, что как сказал, так и будет. Это традиция присущая вашей культуре, что как сказал, так и будет. discipline. Much of this comes from your ballet tradition, which is your great national expression. As in a sense the musical theatre is ours, the classical ballet is yours, no one does it better. But even we in America know those figures, you know, and the thing is, for a choreographer, this is the gesture, it's not that, it's not this, it's this, this, the wrist stop, yes, do it! Right? So, you have a lifetime of respect, fear, training that shows itself in the dazzling brilliance of how Russian dancers dance. For me, that is the antithesis of acting. Now, we get into trouble here, because I think your established Russian directors would not agree with me. And there are great results that are achieved through very strong leadership. But you can tell, that wouldn't work for me. You wouldn't believe it. And you'd laugh behind your back. You wouldn't believe me. I know how to do the other thing. And you need experience in that. You need to be welcomed and valued and listened to. Our actors need a bit more discipline than you have. We get too much attitude. We get too much attitude. And you don't get enough. We get too much attitude. And you don't get enough. Please. I don't know how to work in Moscow. There are a lot of people who work in Moscow. Even in commercial music theater. No one knows me. Because I work in so-called provinces, regions. I will tell you. I don't know why things happen in Moscow. Because there are a lot of people here who are from Moscow. And nobody knows me. Because I work in what's considered the province. So I work in the regional theater. Where they have a couple of places. And where, however, I've done a number of shows. And what you were saying about the discipline. And what you were saying about the discipline. Is there a lot of people here? In the provincial theater. When the director comes to the director of the theater. As usual. The first 10 days or 2 weeks. You spend the time to collect attention to people. You're talking about freedom of American artists. In the Russian theater. It's called RASKLABAN. When the director comes. It's usually invited by the general manager of the provincial theater. You spend at least 10 or 2 weeks to get their attention. You say that yours got attitude. I think our hours are just void. We would pull up the other thing. It's like a replacement of the soundtrack of scenic freedom. And it's like... The reason is that you're free. But in the fact... It's due to the automatic character's movement. Because he doesn't know what to do. And that's why he's all free. Although the parents are also so輕. This is that they think, that this is the expression of freedom. So they're trying to show you, that they're very free as actors. And on the contrary, it comes from a actor's block. In fact, they don't know who one is. И еще идет, да, вот то, что мы требуем дисциплины, потому что, я на своем опыте говорю, потому что в ряде театров, я могу их назвать, в которых я работал, люди, как правило, в основе своей, есть прекрасные исключения, но в основе своей люди занимаются тем, они делают все для того, чтобы ничего не делать. И в таких случаях именно возникает вот то, что вы называете тиранией, но когда ты начинаешь человеку говорить, то, что он собой представляет в данный момент, человек это берет на вооружение, поворачивает против тебя и говорит, что вы себе позволяете, вы меня оскорбляете и так далее и тому подобное. И это то, что исчезает тиранией. Потому что если вы пытаетесь говорить к человеку, о том, что он вообще представляет в момент того момента, то чаще обычно они изменили и выстреливаются на тебя, и они как-то так отменили за что-то не должны говорить. Потому что они думают, кто вы думаете, что ты, если говорить так? Это вот оборудованная сторона нашей актерской школы, русской, деликой. I think that's the reverse side of our big, great acting school. Let's cut through this. Давайте попробуем это разобраться. Давайте. Well, I mean, this is very interesting. These positions, these perceptions, even if they're not universal, are sort of true. But when we see an authentic moment on the stage, a pure moment where the interpretation and the script and the performance come together, we all know that that's the real thing. We've all seen it. Например, на сцене. Если мы с вами видим какой-то кусочек спектакля, кусочек настоящего, когда актерская игра вместе с режиссером, вместе с пьесой и оформлением, вот все сошлось, да, есть момент настоящего на сцене. Мы все это сразу узнаем, да, мы все это с вами видели, и мы все это сразу узнаем, правда? Мы не знаем, как это повторить, и даже если мы сами это создадим, наш собственный спектакль, мы не уверены, что мы сможем сделать это еще раз. Но он рождается от простоты, честности и прозрачности. Если вы, как и я, верите в то, что это рождается от связи артиста с текстом, а не от каких-то там внешних эффектов, то тогда для нас, как для людей, должно быть возможным найти вот этот небольшой храм внутри каждого, в котором мы можем жить. Я считаю, что самая сложная актерская задача на сцене – это застыть и ничего не делать. Но великие артисты, даже если они вообще застыли и не шевелятся, если они наполнены здесь и наполнены здесь, вы не можете от них оторваться. И мне кажется, что никакая притворная или никакое ленивое или псевдо-свободное отношение, так же, как никакая тирания и диктатура, конкретно на это повторять не могут. Когда я работаю с студентами, когда я говорю с молодыми артистами, я говорю очень много о работе с противником. Он меня ненавидит. Она не позволит мне. Я не могу с ней играть с ней. С ней я играть не могу. И я говорю, зачем? Вы устанавливаете вот эти барьеры, и они становятся гораздо более правдивыми и настоящими для вас, чем работа. Самое интересное, что с нами произошло за последние 50 лет, это влияние кино, ну, когда я играю в кино, да? Потому что камера не врет. Если вы не имеете в виду, то вы обрадованы. Если вы в полном и в своем мире, то это потрясающе. Это работа сейчас возвращается к сцене. Потому что если вы пустой, то это камер на камере сразу видно, а если вы наполненный, то это потрясающе. На это можно воскресенье смотреть. И вот это сейчас возвращается обратно на сцену. Мы больше и больше оппалены по большим театральным жестам. Нас все больше и больше оскорбляют какие-то большие театральные жесты. Старомодная манера сейчас начала нас всех смущать. При том, что старые пьесы фантастические. И мне кажется, что вот это смешение традиций, какой бы она ни была, даже дисциплинарной, да, если хотите, и вот этого нового качества честности личной начинает на всех нас влиять. Я смотрела кусочки вместе с вами из мюзикла для волос и смотрела, как они прям широко, широкими мазками играют. Окей, если вы пытаетесь это поднять до этого уровня с такой музыкой, то все должно быть широко. Но если вы посмотрели на этих людей в других сценах, вы бы увидели, что они абсолютно честные и очень сфокусированные на том, что они делают. Никого не было на сцене, кто просто поддерживает вот эту точку, в которой он стоит. Они все слушают и реагируют, они все вкладываются в персонажей, вкладываются в историю. Я уверена, что режиссер за это отвечает, и режиссер каждому человеку, который на сцене должен дать свою правду. Дальше вы можете это подкрутить вверх или, наоборот, спустить вниз, в зависимости от того, что вам необходимо, но это должно быть все равно на очень стабильном, жестком основании веры. Когда я ставлю в мюзикл, у меня все танцоры вместе с артистами сидят на всех замечаниях и вместе с артистами получают свои замечания. Они не могут быть в другом месте, они опять там. Сейчас, иногда, когда они должны быть в рутине, они должны идти в другом, но они должны быть в другом. Понятно, что иногда им нужно пойти 35 раз прогреть один и тот же танцевать для номера, они уходят в ретал отдельный, но мы все должны быть в одной истории. И я скажу, что режиссеры, которые вот так не могут работать, не могут стоять такие спектакли. Это традиция премьеров и кортебалетов. Это традиция мертва. Не в балете, конечно. Но в театре мертва. Ага. So, why did I say this? Зачем я все говорю? You ask this. No. No. It's your fault. Am I making any sense? He should go to Красноярск and work there in a musical comedy. But I bet I can't. Я уверен, что не смогу. I know. No. I mean, I mean, that's what I'm saying. I'm saying that much that I can't help you with, because that is the antithesis of the knitting together of the art form. Не могу, с этим никак не могу вам помочь, потому что для меня это антитеза того, как всплести вот эти две формы искусства. And I feel if you don't empower the performer, you get one dimension. Я считаю, что если вы не дали артистам власти, то тогда вы получите одномерное представление. So shoot me. Так что пристрелите меня. Речь может быть о том, что, встречаясь с новой труппой, не ту, которую набрали вывод, рассказывая о том, когда вы все собрались и произошло чудо, а приехал на новое место и кто-то понимает в твоей команде, а кто-то представляет скрытую или явную оппозицию по разным причинам. Может, скорее всего, потому что они не могут выполнить твои задачи. Because we don't do what you do when you audition for every show you do. So you pick the people that you want to be in your show. But we've got permanent companies. So you've got a group. So if somebody invites you to do a show, in regard to a theatre in Russia, what happens is that you come over and you're given a company of actors that have been together there for a long time, and you're the stranger that's coming in. And so when you're presented to that company, immediately there'll be people who will be on your side and those who will be against you for one reason or the other. I know. И вам приходилось в такой ситуации тоже быть? И как вы в этой ситуации с ними работали с теми? And then how do you work? Yes, let me explain. The United States, I had one of those companies. Now, it wasn't a permanent company. But in San Diego, I would bring people in. But there was a group of actors that we used all the time. Because they lived there. That's a little of both sides. But while I was there, I was very often asked to go to another company that did have a permanent company. In San Francisco, a company called ACT. The artistic director was a genius, a good friend of mine, and a little bit of a tyrant. He presented me with the company, he'd cast it, he gave me the designer, the lighting designer, and even told me sort of how he'd like me to do it. I thought to myself, oh, because some of them I didn't like. Some of them I thought were wrong. Some of them were very good indeed. But they all had habits. The character man always went, even when he wasn't funny. And you think, what's he doing? So, look, 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 I cannot get it. I'm very funny. Just not today. And I used that. I used that to have fun, to tease, to provoke. To provoke. And I would say, what are you doing that for? Don't do that. No. That's too hard. Am I right? She was very Russian. Yes. She was very Russian. Yes. She was very Russian. Just a little by little it got better. I learned something too. I learned to like people that were different from me and to make them the best they could be. Я научился тому, что я могу сделать так, чтобы люди действительно были на самом высоком уровне для себя. Анекдот. Анекдот. I did an Antony and Cleopatra years ago. Много лет назад я издал Антони и Клеопатру. You know this play? Yes. Well. Okay. Антони и Клеопатра. Great parts. Another great part. Инобарбис. Прекрасная еще есть род. Рыжебородый, не род. Инобарбис is Antony's best friend and adjutant. Рыжебородый – лучший друг Антония. He dies in the play, I believe, of a broken heart. Он умирает в пьесе, как мне кажется, от разбитого сердца. Он любит этого генерала, не сексуально, но любит его. И он чувствует себя преданным человеком, которому он отдал жизнь. Это фантастическая, фантастическая возможность для артиста. И у меня был прекрасный артист, который играл роль. Но, в последний момент, как всегда происходит в Америке, он получил работу, очень хорошо оплачиваемую работу на телевидении. И улетел. Мне надо начинать репетировать, а у меня расшабородование. Usually, you can say, well, I'll take him. I know him really well, it'll be fine. I didn't even have that luxury. Иногда у вас будет такая ситуация, когда вы говорите, ну ладно, я возьму его, потому что я его давно знаю, и он сделает. Но даже такой роскоши у меня не было. The agent of the Mark Antony says to me, wait, Bob's best friend is a wonderful person for this job. Take him, they love each other. Агент Mark Antony мне говорит, лучший друг Боба идеально подходит на эту роль. Они очень хорошо друг с другом работают, обожают друг друга, возьми его. Okay, I have it. He was not a friend of the Mark Antony. He was a friend of the agent. One, two, he was little. Three, I didn't like him. Four, I'm furious. So, I direct the play and I pay no attention. And then I thought to myself, Jack, you are such a prick. Why are you punishing this man for something he can't help? So, I tried very hard to be good to him and to help him. He got no better. He was not very good. He got brave reviews. Because it's a great part. There are parts like that. Mercutio. Show up. Hamlet. You can't be good. But it's a great role. Sometimes it has nothing to do with us. But in the case of a company who I didn't have any control over, I learned a great deal. And guess what? The show was good. I don't think I could do that with this guy that you were talking about. But you know, you never stop learning. It'll get better. Because those people will die. Just wait. Yes. Can we talk about auditions? Yes. The experience of Russian musical theatre is that when they audition, they hire vocalists and then they hire dancers. They are two completely separate groups. So when you audition, because we were talking about how they all mix together, do you audition them separately or do you try to audition, take in the band? People who are equally good at singing, dancing and acting. We are maybe decades ahead of you in that respect now. We have a process by which, I'm trying to think how this would go first. We would probably have vocal auditions first. The actors would know what parts they would write for or the casting director would assign them a day in which they come in and sing. After which I say, you, 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 you and the rest of you go home. Then you six or seven come back this afternoon and she will do a dance combination for you. And then I keep you, 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 you and the rest of you. But somebody, my assistant, says to me, you know her, she's a fabulous dancer. She didn't sing very well, but she's a great dancer. Bring her back. So now I'm beginning to know who the singers and the dancers might be. And I've got to cast, maybe not the lead, I probably know who the lead is. Or the second lead, or the romantic lead. But I've got to cast these other parts. So I would simply say, well, those three girls can read for those parts. And those guys can read for those. He has a little bit of age. Maybe he could be the father, right? And then we read. And usually I work with them. They come in, they read. I give them an adjustment. I say, do it again. They do it again. They go out, we talk. I say come back tomorrow and do it differently. That's right. So, I think I'm starting to figure out who I'm the best, who I'm the best, who I'm the best. You're obviously the best on the role I've been to in the role of the heroines. And I'm sure there are some thoughts on who it will. So, we're going to select the ensemble more small roles. After that, after this, as you've picked up the role, then I say that the girls, let's read this role. The boys, let's read this role. Вот вы возрастом чуть постарше пусть читает папу, и дальше вот таким образом все приходят, мы делаем сцену, я доделаю замечание, они играют ее еще раз, и потихонечку вот так вот так строгаются люди на ансамбле маленькие роли. Процесс goes on for three weeks. It used to be that you had actors and singers and dancers, and the company was 48 people. Раньше были отдельно актеры, отдельно певцы, отдельно танцоры, и вся трубка была 48 человек. Поскольку все стало гораздо дороже, мне нужен человек, который может сделать обе эти работы. И потихонечку мы пришли к необходимости того, что у нас должен быть вокалист, который хорошо танцует и может играть. And the specialists are going away. And the people who can do all three things are the ones who hang in there. Все те, кто были специалистами узкими, они все уже потихоньку ушли из арены, и остаются те люди, которые все эти три вещи делают одинаково хорошо. So now, instead of a big company of two ensembles and principals of 48 people, we can only afford 23 people in the company, including the emergency covers. It's shocking for me to realize that here in Europe the companies don't play 8 performances a week. Для меня было полным шоком узнать, что здесь, и вообще часто в Европе, трупы не играют 8 спектаклей в неделю. In America you play 8 performances a week. В Америке миды играются 8 раз в неделю. Even the leads. Все главные персонажи, все принципиалы, они все играют по 8 спектаклей в неделю. Можно еще маленький вопрос? Когда начинается самый первый уровень прослушивания, отслушивает ли он лично, вот самое начало, либо он уже смотрит кого отобрали? And on the very, very first filter process, you know, the very, very first crowd, you don't filter them, do you? Do I? You personally. No. 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 No, you don't see me for quite some time. No, no. I mean, we have a staff of people who do screen them out. Casting director, my associate, the associate choreographer, occasionally I come, occasionally the choreographer comes, but usually not, because we're usually doing other things by, I'm usually designing at that point. And when you work with people a lot, they may know what you like, they know what your body types are going to be, what your, you know what I mean, they have some idea. I have a real problem because if I'm going to do Shakespeare in Love in London next spring, somebody has to help me cast it. And because Disney is one of the producers and they're cheap, they don't want my assistant to go over to London to do the auditions. And it's going to be real problem. And it's going to be real problem. I don't know how to solve it. Anyway, here you are. I don't know how to solve the issues of the film. The problem is... You have no only musicals you have made, you have made opera, you have made гармонические songs. And what are the features of the film? Because there's different подготов of actors, 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 musicals, and drama where it is, because they have a primarily представ of an actor's profession. Вот технология работы с актерами, ваш как режиссер, для того, чтобы добиваться той самой правды, которая потом является жизненным искусством. В том и другом жанре. Как вы работаете с оперными, как вы работаете с актерными музыкалами? Вы не только музыкалы, но и опера, и музыкалы, и драма-театр. И я предположу, что ваш подход, как директор, к актерам из этих разных жанров, может быть другим. И я думаю, что музыкалы и драма-театр актеры, они как-то сочетаются. Но как вы работаете с ними, чтобы получить эту правду, что вы хотите получить от них? Или что вы делаете с оперными? Оперы – это трудно, потому что все это в голосе. Оперы – это очень сложно, потому что все дело в голосе. Итак, это первое – это голос, затем это кондуктор, затем это вокал-театр, затем это вы. Потому что в опере на первом месте голос, потом дирижер, потом федагог по вокалу и потом только вы. Но и они тоже становятся моложе, сексуальнее, моднее и более заинтересованными. Потому что, по той же причине, потому что эти люди, которые обладают тремя талантами сразу, являются реальной угрозой и стимулируют очень сильно их работу. Я не думаю, что это будет переводить, это очень смешно. В опере, мы называем старый стиль «парк и барк». Вы стоите, и вы спите. Хорошо, вы стоите на одном месте и поете. Но теперь они лучше. Вот что я люблю делать. Но сейчас это меняется. Что мне нравится делать? Я люблю с артистами, но я так как будто они музыканты, а с музыкантами как будто они артисты. Я пытаюсь, чтобы идея и окраска техники заложить под вашу технику, чтобы не мешать вам дальше делать то, что вы делаете. Я себе представляю так, что мои отпечатки не должны остаться на вашей игре. Так что, то, что вы принесете в результате, это и есть то, что рождается внутри вас. Но да, это разные жанры, но результат всегда один и той же. Простота, отчетливость, полная законченная мысль, понимание того, что и почему они делают. Я всегда говорю одно и то же. Когда вы вышли в свои гримерки, вы вошли уже в спектакль. И то же самое для хора. Они никогда в жизни этого не слышат. So, you know, you can bring something new to the experience, without getting in anybody's way, by just opening up a dialogue. Просто если вы откроете с ними диалог, вы уже можете привнести что-то нового в их опыт, при этом не мешая. I think there are two reasons why people are difficult when you work with them. Мне кажется, что люди на самом деле тебе мешают работать, когда ты с ними работаешь, только по двум причинам. One is they're frightened and they can't show it. The other is they don't think you're listening to them. If the director pays no attention to you, you get angry. And sometimes you can't do anything but yell. Or insult her. So, I try to get all of that tension out of the room. I'm not always successful with more than you think. Does it help, does it? What else? Yes. I work in a theatre that doesn't really allow me to be a tyrant. And I was wondering whether there are any specialities in working with amateurs or with working with students who are just as part of professionals. Amateurs and students shouldn't be given too much freedom. The higher the rank, the more freedom they are given. Everyone wants to do it easily. But you cannot, as we say, run until you walk properly. I try to be kind about it and encouraging, but very specific. I was once told I was too much for amateurs. They just exploded. They exploded. They didn't stop me. So, I try not to do it anymore. I try not to do it anymore. So, I try not to do it anymore. I try not to do it anymore.